Когда задумывалась тема вот этой всей беседы, то я получал на объявления, которые мы поместили в интернете, я получал какие-то отклики. И на самом деле люди предлагали все возможные варианты слов, которые выведены были в заголовок. Ну, как бы закон более-менее понятно. Кто такие законники, спрашивали они. И в конце концов, самый главный вопрос, который они задавали, кто такие воры в законе. Некоторые даже предлагали мне, спрашивали у меня, а существуют ли воры в благодати. Потому что если существуют воры в законе, то обязаны должны быть какие-то воры в благодати. Ну, у меня есть ответ на этот вопрос в рамках той формулировки, которой я отдаю. Но я хочу еще одно интересное с моей точки зрения замечание. У нас существует как бы пастырская сеть, ну или сеть руководителей общин в Израиле. И когда мы хотим отправить какое-то объявление, то оно идет через администратора этой сети. Ну, а поскольку оно предназначено было для русскоговорящих, то я писал с самого начала «Ледоврей русит», что значит в переводе на русский язык, для русскоговорящих. А потом, как бы, давал объявление о предстоящей лекции. Ну, первая беседа прошла, вторая. Третья. Вот на этой четвертой, когда я написал закон «Законники и воры», в законе я получаю письмо от администратора, который говорит, не мог бы ли ты мне перевести, на самом деле, как бы, о чем идет речь в этом все. Я, как бы, возмутился, я говорю, в чем дело, что у нас цензура, или что? Он говорит, нет, просто я должен, как бы, дать разрешение, и я должен понять, о чем там идет речь. Ну, и не можешь ли мне перевести? Но я думал, что это очень просто перевести. Ну, как бы, закон, ну, ладно, Тора, вот, законники, я уже столкнулся с большой проблемой, кто такие законники. А когда мне надо было перевести на еврей, еврей, кто такие воры в законе, я абсолютно не знал, что мне сделать, поэтому я махнул рукой и написал ему, что-то раздел от того. Ну, хорошо, я написал, это, в общем-то, будет беседа о том, что такое Тора, что такое Тора, и кто такие, которые соблюдают Тору. Я не знаю, или это его удовлетворило, но, на самом деле, я понял, что существует серьезная проблема даже для меня, попытаться объяснить, что это значит. Итак, давайте мы, по крайней мере, сегодня попытаемся, как бы, положить основание вот всей вот этой вот теме, и сначала дадим формулировку, что же такое закон. Номос на греческом языке, который каждый раз, когда мы читаем его по-гречески или в переводе на русский, напоминает нам сразу же или уголовное законодательство, или процессуальное законодательство, но, на самом деле, как бы, на иврите оно, естественно, несет несколько другую окраску. Поэтому первое, чем мы с вами займемся, мы дадим определение, что же такое Тора. Итак, Тора происходит от слова «юре», которое на иврите обозначает «стрелять», оттуда же происходят однокоренные слова «море» — это «учитель», или «оре» — «родитель». То есть мы имеем несколько слов. Если мы пытаемся объединить их сейчас всех вместе, то, может быть, у нас получится приблизительное представление. То есть, если это происходит от корня «юре», то, наверное, можно было бы представить Тору как некий любящий отец, учитель, через черточку, который учит своего сына не промахиваться. Сразу же возникает, когда он стреляет, не промахиваться. Сразу же, естественно, возникает ассоциация со словом «грех», которое на иврите переводится как «промашка». Хотя Нуснер считает, что это не промашка, а скорее, когда человек спотыкается. Вот это вот связано со словом «грех». Так или иначе, либо промашка, либо вот это вот спотыкание. Идея состоит в том, что Тора есть некое учение, которое, подобно любящему отцу, наставляет своего отпрыска ходить так, чтобы не спотыкаться, и стрелять так, чтобы не промахиваться. Обратите внимание, это переведено как «закон». Но обратите внимание, здесь нет ни намека на то, что позднее христианство назовется спасением. Тора никогда не давалась для целей спасения ни эсхатологического, то есть спасения конца времен, ни текущего. У Торы было совершенно другое назначение и существует до сегодняшнего дня. Тора дана была с одной единственной целью – научить человека ходить по воле Божией в том случае, если человек признает в своей жизни эту волю Божию, если он признает Бога. Если я признал, что существует Бог Авраама, Исаака и Якова, который на небесах создал этот мир, землю, народ Израиля, имея для него будущее, то Господь Бог говорит, одного признания мало. Мы называли это признание фактом того, что Бог есть, или верой что Бог есть. Этого недостаточно. Функциональная часть этой веры – это моя жизнь. Из моего понимания того, что есть Бог, должна следовать какая-то определенная жизнь. И вот эта вот жизнь от начала до конца была определена Торой. Еще раз. Тора – это учение, преподаваемое любящим отцом, учителем, который ставит свою цель научить своего отпрыска так ходить в этой жизни, дабы он не спотыкался и не промахивался мимо той цели в этой жизни, которую ему определил Господь Бог. Еще раз подчеркиваю, каждый раз, когда противовоспоставляется закон и благодать, каждый раз, когда говорится о том, что если соблюдать закон, нет спасения, это то же самое, что сравнивать оранжевое и длинное. Это две абсолютно равные вещи. Тора или закон никогда не была дана для этого. В последнее время очень часто возникает вопрос, к кому была дана Тора. Мы с вами говорили о том, что в контексте, надо всегда рассматривать Писание, мы должны определиться. Тора была дана евреям. И точка. Тора не была дана другим народам для использования. То есть мне совершенно понятно ту симпатию, которую испытывают многие члены сегодняшней церкви, христиане, которые заинтересованы в поисках своих корней и которые хотят понять, из чего же на самом деле все произошло. Не более того, мне глубоко понятны причины, по которым они испытывают симпатию к народу Израиля после двух тысяч лет преследования. А также, наверняка, это часто происходит из-за того, что происходит сегодня с церквью. Когда ее заполонили всякого рода языческие учения о святом смехе, богатырском здоровье, материальном процветании, курсы по чудотворению и выращиванию зубов, молитвами над географическими картами, летающими благодатными пиджаками, перманентными попытками экзорцизма, то бишь изгонениями дьявола и его подручных, я не знаю, борьба со штанами, украшением, барабанами, телевизором и прочее. И понятно, что на самом деле церковь, или по крайней мере думающая часть, устала от этого, и она ищет какие-то альтернативы, ищет эти альтернативы в корнях своей собственной веры, о которых давным-давно забыли, она ищет это еврейство. Но я хочу сказать, при всем моем понимании всего этого, я настаиваю на том, что Тора была дана исключительно еврейскому народу и тем, кто соединил свою судьбу с еврейским народом, и дана она была ему по исходе из Египта. Этот документ обязывающий и поощряющий только евреев, исключительно евреев, в прошлом, настоящем и будущем, вне зависимости от того, верили ли они во времена Иисуса в Иисуса, веруют ли они в Иисуса сегодня, так или иначе. Тора есть документ, который был написан для евреев, а мы можем с этим соглашаться, можем, нет, по крайней мере, такова моя точка зрения. Каждый раз, когда мы впредь будем говорить с вами о законе, я буду иметь в виду письменную Тору или письменный закон. Все знают, что наряду с письменным учением существуют еще и устные учения. Естественно, что наши раввины объединяют их в одно целое. Можно спорить с этим, можно соглашаться, не соглашаться, но для наших целей мы будем говорить об Торе исключительно как о письменном источнике. Другой термин, который мы тоже будем с вами развивать на протяжении наших бесед, это так называемые законниками. Мне сразу предложили альтернативу этому термину. Мне предложили в интернете говорить, правильно, есть законники, а есть беззаконники. То есть они говорят, мы лучше будем законниками, чем мы будем беззаконниками. В нашем контексте о словом законники я буду называть людей, которые следуют предписаниям Торы. Будь то верующие в Иисуса, будь то неверующие в Иисуса людей, которые считают своим долгом соблюдение заповедей Торы. Это большая проблема, тем более сегодня, когда очень многие считают христианство, что если вы соблюдаете субботу, а не воскресенье, то вы, естественно, никакой не христианин. Если вы не едите свинью, то вы, естественно, никакой не христианин. Если вы соблюдаете еврейские праздники и так далее, и так далее. Мы попытаемся доказать в следующих беседах или показать, по крайней мере, что это не так. Попытаемся доказать, что на самом деле прекрасно возможно все это совмещать. Я вовсе не претендую на объективность. Есть люди, которые утверждают, что они будут судить обо всем непредвзято. Я непредвзято судить не умею. Я глубоко убежден, что никто, никто не может быть непредвзятым человеком, потому что каждый человек, это, собственно говоря, продукт своего собственного воспитания, воспитания своих родителей и окружающей среды. Плюс там какие-то еще задатки, у кого они есть. Поэтому я не буду говорить непредвзято. У меня есть свое мнение, может быть неправильно, но тем не менее, это мое мнение. И, наконец, самая третья, интригующая часть того, о чем мы с вами будем говорить, это воры в законе. Естественно, это игра слов на русском языке. Но, вообще говоря, как бы на Руси, вор в законе – это человек, который живет не по законам, а который живет по понятиям. Мне предложили как бы осветить термин, как я уже сказал, кто такие воры в благодати, в двух словах. Я бы определил это так. Вор в законе – это тот человек, который украл благодать из закона, а вор в благодати – это тот человек, который украл из закона благодать. Но для того, чтобы понять, кого я называю, собственно говоря, ворами в законе, я хочу прочитать вам несколько отрывок из писаний достаточно известных отцов церкви. Лютер, Мартин Лютер, он пишет. «После 15-ти столетий несчастий, конца которым не видно, естественно, он имеет в виду несчастье для евреев, да и вряд ли такой конец наступит, евреи так и не покаялись, да и не признают своего греха. Мы можем с полной уверенностью говорить об их безнадежности. Невозможно себе представить, чтобы Бог обрек свой народ на столь долгое ожидание без утешения и пророчества». Он имеет в виду, что пророчество закончилось с Малахией, евреи больше не получали никаких откровений, потому что он, с его точки зрения, считает, что Новый Завет к евреям не имеет ни малейшего отношения. Он продолжает. «Можем ли мы верить в то, что они и сами уже не верят? И не могут верить, раз у них нет ни Иерусалима, ни земли Израиля». История, естественно, насмеялась над Лютером, и Господь Бог насмеялся над Лютером, потому что, естественно, у евреев появился и Израиль, и, естественно, у евреев появился и Иерусалим. Помните, мы в самом начале с вами говорили о том, что это три колонны, на которых покоится еврейский народ. Но он идет еще дальше. Если этого недостаточно, здесь он еще как бы сдержанно. По мере своего развития, видимо, своей духовности, Лютер пишет следующее. В известном достаточно трактате о евреях и их лжи. Он говорит, «Христиане должны поджигать синагоги и ешилы и покрывать грязью все, что не погибло в огне, дабы ни один человек не мог увидеть там даже камни. Я советую, это его совет, чтобы еврейские дома тоже разрушались и сравнивались с землей, ибо в них, то есть евреи, они преследуют те же цели, что в своих синагогах. Вместо этого пусть они не имеют пристанища, подобно цыганам». Это натолкнет их на мысль, что они никакие не хозяева в нашей стране, как они хвалятся, но что они живут в изгнании и в рабстве, дабы они рыдали и плакали перед лицом Бога. Человек, который забирает из закона, из того, о чем мы с вами говорили, еврейский народ является, с моей точки зрения, вором в законе. Так вот, с моей точки зрения Лютер есть, по крайней мере, я буду говорить о нем и им подобным людям, будь то современные пасторы, будь то теологи его времен или настоящих времен, те, которые лишили еврейства будущего в Господе Боге. Еще один, не менее знаменитый вор в законе, Иоанн Хрисостом, которого тоже, наверное, знают, тоже почитаемый, естественно, на церкви, я тоже хочу привести цитату из его опуса. Он пишет, «Ни один еврей не поклоняется Богу». Евреи – это просто демоны. В их синагогах стоят алтари лжи, на которых они проносят жертву не овец и быков, но человеческие души. Они живут по своим верованиям, они ищут ценности этого мира, они не лучше свиней или козлов, но он уже тут, по-моему, перегнул. «Они не лучше свиней или козлов по своей жадности. Они стремятся лишь к одному – набить свое брюхо и предаться пьянству». Я не знаю, где он, в средней полосе России это писал или что? В пивной. В пивной, наверное, он писал, опившись, я не знаю, или обкурившись. «Громите злые собрания евреев в их синагоге и в городах, и в деревнях, потому что это обитель грабителей и жилища бесов. Они грязнее любых грабителей с большой дороги». Что-то мне мешает воспринимать этого отца церкви как своего наставника. Я не знаю, как вы в этом контексте чувствуете, но это человек, который выкинул из Святого Писания не просто будущее народа Израиля, он выкинул оттуда настоящее и он выкинул прошлое. Даже 25 раз, когда он будет говорить о каком-то богословии, о эсхатологических ожиданиях, о понятиях спасения, о представлениях, подтверждающих знаменитый Никейский собор о том, что субстанционально Иисус и Отец Бог являются происходящими от одной природы, меня это не убедит, потому что с моей точки зрения, это человек, который украл самое главное, что было в законе, он украл милость, он украл оттуда благодать. Вот это приблизительно то, о чем мы с вами будем говорить на предстоящих наших беседах. Давайте мы подытожим и потом поговорим немножко на эту тему. Итак, мы будем с вами говорить о законе, тех, кто соблюдает закон, и тех, кто, выйдя из закона, украл оттуда благодать. Естественно, что наши мнения могут разниться. Естественно, что мнения ортодоксальной христианской церкви, хоть протестантской, хоть католической, они очень серьезно отличаются от того, о чем я буду говорить, я надеюсь, каким образом будете это воспринимать. Но, тем не менее, одна из замечательных вещей с моей точки зрения вот этого цикла, нашей несистематической богослови, теологии, состоит в том, что каждый вправе иметь свое мнение. Я же попытаюсь в предстоящих беседах показать вам, что на сегодняшний день абсолютно легитимно, точно так же, как времена Иеронима, веровать в Иисуса, как Сына Божьего, как Бога, и тем не менее, а вернее не тем не менее, а именно поэтому соблюдать закон. Это достаточно большая тема, и мы продолжим с вами говорить об этом в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова